Девушки отдыхают А у меня пришли результаты экспертизы Че там? Кровь на манжете убиенной Не принадлежит предполагаемому убийце Этому Артюхову Отвратительно Че это? Просыпается доказательная база Она и так по швам трещала Ну да ладно перестань Мало ли где она могла испачкаться Пример Ну например Шел мимо человек С порезанным пальцем Замахнул рукой Вот тебе пятнышко крови Ай браво 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 Почему не с отрубленной головой? Ну ладно перестань У тебя этих доказательств выше крыши Никаких Послушай ты про укус говорил А у Артюхова укуса нет Ну во первых это было только предположение мое А во вторых Она могла допустим схватить за куртку зубами А до тела не достать Ну а следы на зубах у нее могли появиться С какого-нибудь другого места Давай не хулигань Да Это у меня все-таки чувство такое Что мы что-то не досмотрели Упустили Чувства? Угу Может еще интуиция? Может интуиция Потап Угадалки своей понабрался Не слышу ничего Пойдем домой Ветрено сегодня Ветер Ла-ла-ла-ла Ощущения Ощущения Что случилось? Это твоя работа? Есть абсолютно ни при чем Нормально сидели Потом ей плохо стало Что я не понимаю Она куда-то побежала С какими-то ребятами Потом разговаривала Скандал не случился Она сегодня умрет Что? Она умрет Макс, иди отсюда А я здесь при чем? Я слова не сказал Ты ни при чем Я сама разберусь Правда, иди Ты понимаешь, что ты не можешь всех спасти? Ты не можешь всех спасти? Я не могу так больше Я не хочу это все видеть Я хочу снова стать обычной Нормальной Ты что, думаешь От этого можно отказаться? Нельзя от этого отказаться Вот смотри Видишь? Я сижу здесь Посмотри на меня А вот там вот наверху спит Сашенька Ты понимаешь, что если бы не ты Этого ничего не было бы Если бы ты в тот момент Меня не остановила Нас бы вообще не было в живых А еще не было бы в живых Маленькой Кате Которую похитили Ее родители бы не были счастливы И кстати Если бы не ты Не наказали убийцу твоей сестры Ты не можешь от этого отказаться Это дар свыше Ты должна спасать тех Кого можно спасти Ты должна наказывать тех Кого необходимо наказать Не тряси головой Мам Саша Ты что, не спишь? Мама Извини, пожалуйста Я сейчас А теперь срочная новость Уже второй час горит популярность В среде молодежи клуб Открытые двери Наши корреспонденты присутствуют На месте трагедии Откуда передают последние новости Анастасия Вы слышите? Прошу вас Пожар в клубе вспыхнул В начале одиннадцатого И вскоре огонь охватил Все здание В клубе в тот момент Оказалось более двухсот человек Пятеро из них пока не найдены Семеро погибли Нам стало известно Что у клуба новые хозяева И, видимо, они не уделяют Достаточно внимания Противопожарной безопасности Хотя все мы знаем Что недавно во всей стране В нашей масштабной Пожарной проверке И владельцы такого рода заведений Очень подкрутят Пожарные безопасности Люся! Мы видим, как подъезжают пожарные машины Как пожарные водят людей С пострадавшими работают психологи Насколько нам известно Несовершеннолетних Среди пострадавших нет И сейчас на месте работает Примерно 20 отделений И ожидаются новые силы Мы будем следить за развитием событий Нет, я не приду сегодня Я у вас больше не работаю Примерно 20 отделений Маша Погода сегодня волшебная, да? Пошел Мне тебя так не хватает Прости меня Люся Все так, как должно быть Не бойся Не беги, ты справишься Не беги, ты справишься Не беги, ты справишься Не беги, ты справишься Ты плакат-то это видел? Я Люсе звонил Она сказала, что не придет Болела? Нет, вообще больше не придет Сказала, что больше у нас не работает Уефон свое как-то Березово? Да Ну что ж, у нас выбор сделала Как говорится, скатерть и дорога Из-за разбитых витрин Я конкурюсь Я конкурюсь Песом Добрый день Здрасте Забор покрасить Не раз Слезы связь Здравствуйте А вы как-то вроде собирались нас... Я передумала Очень по-пацански Очень Простите пригласить вас Рассказать Подышать воздухом Хорошо Хотел Посоветоваться По делу Артюхова А что, дело не считается раскрыто? Считается, но мне кажется, что что-то мы там упустили Чутье подсказывает Интуиция Называйте как хотите Интуиция, чутье, проведение Что, издеваемся? Да нет, вы что Над начальством как можно Да, интуиция Мой профессиональный опыт позволяет сложить разрозненные факты В единое целое И увидеть нечто такое Чего не видят окружающие Мне это очень хорошо знакомо появится Ну давайте, поверничаем еще Давайте Нет, если серьезно Помните, я вам говорила, что бомж врет Напросим еще раз У меня такое чувство, что мы это уже не сможем сделать Ну мы попробуем Можем поговорить с Игорем и его женой С кого начнем? Давайте с жены Давай Саня, помнишь, что вы бомжа по делу Артихова? Да Ты мне его срочно найди, чтобы сегодня он был у меня Только я... А, да-да-да, прошу вас Да Кстати, это твое? Да Больше не шалей Ты его по помойкам поищи А, Николай, кстати Ты знаешь, где искать? Вот ты мне его и найдешь Мне сегодня он срочно нужен Иваныч, а где? У меня уже ни адреса, ни место жительства Как я его найду-то? Как-как? Нежно Че, работы нет? Чего с ним? Посматривали? Башку, по-моему, проломили А кто обнаружил? Мальчишки На самом деле Игорек, он только с виду такой большой и угрюмый Он в душе очень-очень добрый и хороший человек Он как ребенок У него просто не складывается с людьми И вы ссорили? С кем не бывает Он руку поднимал на вас? Игорь? Да ну Да, конечно, нет Конечно Как вы можете такое даже спрашивать? Я без него вообще никуда Я вас очень прошу, помогите нам, пожалуйста Помогите ему Не бросайте его Женя Успокойтесь Если Игорь ни в чем не виноват Мы все обязательно выясним И его отпустят Субтитры сделал DimaTorzok Женя, можно я немного пройдусь Осмотрюсь у вас Конечно Он Иногда Бывало, конечно, что он Дрался с мужчинами Но это надо было его очень сильно вывести из себя Простите Да, Коль Когда? Когда? Где? Понятно Сейчас, минуточку Бомжа убили Его специально убили Ты знала? Чувствовала, но не была уверена Почему не сказала? Боялась ошибиться Добрый день Вам помочь? Здрасте Да Ну, галстук Какого цвета у вас костюм? Красный Красивый А Вы не себе берете? Да, другу Нет себе Ну, тогда возьмите этот Он подойдет практически к любому Пройдемте А 8 тысяч Да Так давайте 5 Это эксклюзивная коллекция Так что только в одном экземпляре Прошлогодняя, что ли? Нет Акция А Да, так он по миру пойдет Носовые платки туда-сюда Но галстуки его точно разорят Станет него Может ему удобнее У нас покупать Удобно, конечно Поэтому он ходит к нам Только в твои смены И смотрит на тебя Как кролик Нашла удава Пожалуйста Ага Спасибо Карта нашего магазина есть? Нет Хотите приобрести? Да 4 тысячи Давайте две В общем, там все не так просто Нужно знать, есть ли у Артихова шрам на спине Какой? Колотый, резанный, стрельный Какой? Не знаю Алло, Саня, привет Привет Слушай, вы знаете, есть ли у Артихова шрам на спине? Прямо сейчас? Срочно Давай Подожди, повиси пока Сейчас Подожди Подожди, подожди Подожди, голубой Ждать-то не надо Ну Точно? Поняла Спасибо У Артиховой нету Значит, у нее есть любовник Прямо сейчас привет привет ну иди скорее чайник уже закипает я очень 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 хочу жрать ничего посущественнее нету нет я вообще-то предполагала что-то в кафе зайдешь а то что заходила да зашла а че ты мне ничего не взяла слушай потому что я работаю точно так же как и ты все понял все пошел спать привет красавчик подожди я вообще не поняла что за претензии подожди почему ты в обуви идешь нашу спальню потапов потапов ботинки снял я тут кстати слышала что ты с нашей новенькой опять делом протюхова занялся ну кто тебе настучал а я свои источники не раскрываю я твоему источнику сани усы отклею не смей трогать хорошего мальчика ну что туда полез не знаю чет не срастается не получается то этого бомжа убили не вовремя одно другое зацепиться ни на что не могу а что твоя гадалка говорит пока ничего а когда она говорит она говорит неплохо чего такие перемены два дела распутала потом эти чертовы велосипеды которые висели над нами как дамоклов меч наконец-то их нет знаю одно что игнатич поголовки тебя за это не погладит я его понимаю а тебе нужно знать что я всегда на твоей стороне спасибо на здоровье это твой майор потапов точно ухаживает тебя да нет лестру просто повесил просто так люстру не вешают давай давай что тебя макс хотел макс ничего подвез просто и все и все ты поаккуратнее с ним почему потому что его очень хорошо знаю из-за тебя переживаю очень мне макс не нужен хорошая люстра классно висит так точно на держи подкрепись спасибо здрасьте мальчики здрасьте добро утеплю его это я люблю что вы с нами делаете вы не дадите не дадите андрюша похудеть здрасьте здрасьте лисенька как ты тут не обижают тебя ничего привыкаем а вот эти вот специальные для тебя из пекла красиво коль а ты точил сидишь тоже бери специальные привет нам привет спасибо тетлюб а чем они такие специальные да ничего особенного давай угощайся бери они просто с капустой а я же с капустой не делаю лёшка мой ее с детства на дух не переваривает под дулом пистолета не заставишь есть вам только эти прошу детские фотографии не показывает ну что что тебя не устраивает в деле артюхова что подожди не перебивай у тебя проблем нет есть я подожди у тебя висяков вагон и тележка раскрыли оформили все слава богу а он опять роется а проблему будет у меня не у тебя лёш ну скажи ну что тебя приспичило дело в том что сегодня убили бомжа который указал на артюхова прекрасно прости господи хорошо ищи того кто его грохнул и не не приплетай к этому делу больше никого и ничего лисий тоже считает что в деле артюхова мы упустили какую-то важную деталь ты еще сюда привлек да я приказ выполняю вы сказали привлекать серьезные дела вот я привлекаю ты хитрец светочка светочка люсю позови ко мне вот да и звонить не надо было только подумал люсенька входить миш я поздороваться здравствуй здравствуй не буду отвлекать вас вот тут пирожков вашей банди принесла будешь я конечно спасибо твои камеры с удовольствием ну вот сюда положу ну все все ушла не буду мешать тебе там на столе оставила плюсенька при заходи ко мне и забывай старушку хорошо спасибо умница люсенька значит так алисей иванович он говорит что ты поддерживаешь его в том что дело артюхова закрывать рано так да я абсолютно в этом уверена основания какие во первых я чувствую что артюхов не совершал преступление чувствую но это делать не подошьешь еще что понимаете я видела что убийца курит артюхов нет еще что еще жена что жена артюхова нам врет но она говорит что любит мужа на самом деле у нее любовник и у него шрам на спине ты что это сама видел да какой у тебя интересное кино крутит плюс 18 чего стойте идите работайте лёша да ты в этой квартире отпечатки пальцев возьми может всплывет что миссия интересная вот михаил иванович вы прям как рентген я только об этом подумал и иди 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 работой на квартиру артюхова выезжает группа нужно поехать вместе с ними снять все отпечатки пальцев особенное внимание уделить спальне михаилу ивановичу стучать не надо он в курсе лишь это что сейчас происходит когда мы дома о чем-то разговариваем не надо всем расскажем лишь я понятно марина квартире артюхова обнаружила пальчики чужие мужские спальне значит я была права да учитывая как жена артюхова рьяна отбивалась и убеждала нас что дома чужих не было думаю что да очень занимательный персонаж некто мальцев привлекался за мошенничество коля найди вы в кратчайший срок доставь плюс можно вам знакомых человек вспомнил видел его у нас мебель сыграл где увидели в квартире нас мебель сыграл давно пару месяцев назад мы как раз новую спальню купили ну что можете что-то рассказать о нем еще не расскажут его первый раз видел хинею какой-то нюс что именно да чушь всякую кого знает куда ездил банды раскидывал а сам сидит он на полу в спецовке и эти гайки крутит ну что получается этот мальцев сборщик мебели не причем что ли счет вела мебель собирал вот отпечатки остались под жировой отпечатки ставится ненадолго это во первых во вторых люди нет и пыль смахивают а вместе с ней стирают все остальное или ты не знал теперь знаю значит мальцев был не один раз у них дома артюхов либо это не знал либо что-то скрывает либо они в сговоре нет я не чувствую чтобы от артюхова злой сходил он не мог убить женщину 5 чувствую не чувствую подвести не спасибо я сама хорошо до метро далековато а цезарь не скули мне там на диста диста я тут пиццу делаю по-домашнему пицца не спится мне как же мне не спится пойдем цезарь пойдем нет не собью ой что это вы на ночь глядя привет 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 мы тебя переночуем а что с маринка поссорился есть некоторое недопонимание да когда она была у вас это понимание ну начинаем вот это уже с его дамы поссорился на гавкал на нее а это на заяху хороший сазарь идем у меня там для тебя такая вкуснятина есть сейчас пойду лапами помой ты лучше давай свои лапы помой и давай за стол ну небось тоже голодный что ты туда полез да намордник еще от джека ой это чё где не знаю не видела батина что наверное наверное о какие люди ничего тебе не говорил про это нет вообще ничего не рассказывает а ты о своей работе много рассказываешь о и кто 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 что гулять хочешь да стильно да очень в тренде к летнему сезону согласен абсолютно очень такой радостный 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 как у люсе дела хорошо ли все дела а что я просто звоню и пишу она не отвечает она наверное занята чем-то а что это вдруг ты стал звонить люсе просто хочу узнать как у нее дела ты что не в глаз положил чего ты решила я просто хочу узнать как у нее дела что-то прицепилась я прицепилась вот это и прицепился что люся где люся как люся оставь ее в покое сейчас так не зли меня я терплю только потому что я тебя не выбирала что родители родились ему маюсь и родители тебя не слышат зато они прекрасно знают что-то из себя представляешь а люся хорошие настоящие а как же я а ты кот мартовский спасибо сестренка на здоровье забудь я рассказал этого я тебе обещать не могу понимаешь как-то банально все но в то же время со мной в первый раз я не могу о ней не думать даже спать с ней не хочу так что ничего себе обещать не могу пойди дверь открой серёж так тебе сергей игоревич мальцев он самый а что у вас с рукой собака во дворе укусила да бывает вам придется проехать с нами в чем собственно дело то мы на месте объясним это из-за той собаки которая на тебя напала простите а вы кем приходите гражданину мальцу и серёжная жена в лондоне уже ну что узнаете кого нибудь ну фигурой вроде вот этот похож третий третий да но только я увидела со спины спиной повернитесь все точно он если из этих трех выбирать он с уверенностью вы сказать не можете нет я в лицо ты его не видел поэтому я так не могу сказать понятно спасибо дежурный да я от фирмы занимаюсь сборкой мебели собирал шкафы какие-то не помню сейчас и когда это было давно может с полгода назад после этого в квартире артюховых не появлялись то нет конечно что же мы там делать а шрам у вас есть на плече со стороны спины да по молодости в драке резанули ну какое это отношение мере где вы никакого вы сказали что в квартире артюховых вы появлялись примерно полгода тому назад правильно да мы обнаружили там ваши отпечатки пальцев на шкафах на мебели в спальне так я ж он только что сказал что мебель у них собирал как раз спальню и кажется я же не в перчатках работаю понимаете отпечатки пальцев на мебели держится ну неделю максимум полторы полгода вряд ли а это значит что мы были в квартире артюховых несколько дней назад твоя правда и несколько дней назад и раньше я ее лучше как это сказать отношения с ней но все с ее согласия тут преступления нет скажите как вы объясните что ваша кровь попала на одежду убитой женщины некой гражданки сазоновой какой женщины вот что вы думаете собачку кусила да собака говорю же собак это было ничего эксперты разберутся да у нас есть свидетель который видел вас выбегающим из подъезда в день убийства я не знаю что вы говорите а вот так хорошо на днях вы проломили голову некому панфилову михаилу геннадьевичу в лицу без определенного места жительства убрали так сказать последнего опасного свидетеля но там уже не так чисто работали не думали что мы это убийство с вами свяжем и так сухом остатке что мы имеем а имеем мы и только грабеж но еще два убийства ну что ма френд в молчанку играть будем или пойдем так сказать на чистосердечное да это так мы с Сережей любим друг друга разве это запрещается почему же тогда вы не ушли от мужа я давно хотела с ним развестись точнее ну Игорь он очень вспыльчивый и Сережа меня уже давно зовет замуж но я просто боялась что он что-то с ним может плохое сделать и Сережа сам сейчас в принципе не очень устроен по жизни у него нет своего жилья ему даже некуда меня забрать вечно скитается по друзьям то тут то там а вы знаете что за последние дни ваш Сережа убил двух людей вы шутите слушай какие шутки все доказано а самое ужасное что вы были в сговоре Сережа во всем признался я сама это я сама все подстроила я ему сама купила всю одежду и я ему купила одеколон Игоря сама и он это сделал просто потому что он он меня любит я ему сама я ему сама диктовала что делать я ему сама диктовала он просто строго следовал тому что я ему говорю Женя успокойтесь поймите у Сергея есть другая женщина он с ней живет много лет с вами он был только из-за квартир не хочет это не да он же свят что этом это нанджет это нанджет мальцев с ней тонко играл аккуратно как бы подталкивал к определенным мыслям Вот она и предложила устранить препятствия своего мужа. Так сказать, на пути к совместному счастью. А не проще ей было просто развестись? Женя Мальцева не интересовала. Его интересовала квартира. В 90-х он был аферистом квартирным. А тут баба влюбилась в него до беспамятства. Живет в хорошем районе. Квартира шикарная. Биллионов 25, а то и 30 стоит. Ну, это хороший куш. А кому квартира принадлежит? В том-то и дело. Квартира не приватизирована. План созрел сам собой. Когда муж окажется в тюрьме, Женя с ним разведется, они с Мальцевым поженятся, запишут квартиру на себя, приватизируют, он ее продаст, бабу кинет, все по закону, гуляй, Рванина. Зачем он последнюю женщину убил? Не робкого десятка оказалась. Сопротивлялась, руку ему прокусила. Лицо видела. А это в его план не входило. Ну что, ребята, молодцы. Передай им благодарность от меня. Леш, а что случилось? Да нет. Нет, ну ты мрачный какой-то. Все нормально. Ну, хорошо. Алло. Да. Хорошо. И что с ней теперь будет? Мне нужно найти хорошего адвоката. До свидания. Вот. Есть. Нашла. Хозяюшка. Да. Давай. 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 Ну, теперь у всех все есть. С новосельем. С новосельем. А больше никто не придет? Не знаю. А мне у тебя нравится. Да. Вот прям серьезно. Очень нравится. А это что за арт-объект? О! Это мы... В общем, это я пыталась приколосить полку и... Как ты видишь, не очень получилось. А я не знаю. Я бы прям так и оставила. Правда? Прикрутим. Не переживай. А давай мы не будем напрягать дядю Колю, а я пришлю к тебе лучшего дизайнера. И он тебе здесь вообще... Знаешь, как все оформится? Да. Смотри, как хорошо прижился у тебя мой цветок. Прямо оживил квартиру. Спасибо большое тебе. Правда, Николай, да? У нее, березово, много цветов было. Все с соседком раздала. Вам налить, выпить, выпить. Соку, соку. Соку. Кто там? Может, Алексей Иванович? А давай я открою, а? Та-да. Ой, привет. Привет. Вот он. Здрасте. Здесь наливают, да? Появился. Привет. Здравствуй, Алексей. Я поздравляю тебя с новосельем. Спасибо. Я... Я... Может быть, с сестрой поздороваешься? Здравствуй. Здравствуй, мой хороший. Здорово. Привет. На. Ну, не, я сейчас пойду в ручки, по-моему. Вернусь. Ну, это же какой букет. Может, тебе позволить. Отличать некоторых. Надь, ну зачем? Я помогу. Затем. Так, с новосельем. Макс, что происходит? А что случилось? Это я у тебя хочу спросить, что случилось. Телефон не подходишь, на смс не отвечаешь. Ну, извини, занят был, работа... Да не обращай внимания, все в порядке. Да? Может, тогда на меня внимание обратишь? Ты мне таких букетов давно не даришь? Ты знаешь, я боюсь, Володя не поймет. А то, что ты спишь со мной поймет? Держи, я пойду все расскажу. Тихо, тихо, тихо. Ты что, Надюха? Ничего. Надоело прятаться. Распокойся, тихо, подожди. Ты чего? Надоело ждать. Спокойно. Будь умницей, хорошо? Мы с тобой поговорим в другом месте и в другое время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok